Праздник «Белый цветок» возник в конце XIX века в Европе, а в нашу страну пришел в 1911 году благодаря поддержке царской семьи. Тогда в акции приняли участие 104 города России, собрали около полумиллиона на строительство санаториев для туберкулезных больных. За букетик белых ромашек или маргариток каждый давал сколько мог – от нескольких копеек до десятков, сотен и даже тысяч рублей. В Первую мировую войну продавали букетики цветов, чтобы собрать средства для русской армии. В Сарове благотворительная акция «Белый цветок» проходит с 2014 года. Сборы проводят в пользу саровских семей с детьми-инвалидами и участников СВО. Организационные моменты берет на себя православное творческое объединение «Мир» и «Мы» – волонтерский центр «Радость моя». В этот раз у нас подключаются с нами вместе творческое объединение своим «Золотых рук ангела». Это швейная мастерская и все, что с этим связано с помощью военным. Нас поддерживает корпоративное волонтерство в НИЭФ, то есть они тоже участвуют, ищут резервы какие-то и так далее. Символом праздника, как и сто лет назад, остается «Белый цветок», который раздают всем, кто сделает посильное пожертвование. Акция пройдет в день и ночи в музее около культурно-просветительского центра Саровского благочиния «Намира-50». Горожан ждут мастер-классы по изготовлению армейского сухого душа для бойцов, маскировочных сетей. Все желающие научатся перевязывать раненых. Этому обучат волонтеры из Саровского медколледжа. Будет обязательно гитарник, песни у костра. Мы выбрали тему, которая звучала и во время 9 мая, то есть тема военно-патриотическая, любовь к родине, вообще доброта. То, что нас делает русскими людьми, то, что нас делает самими собой. Вот эта тема. Будем сидеть у костра, у нас есть костровая чаша, петь песни. И любой желающий может подойти вместе с нами, петь свои любимые песни. На празднике «Белого цветка» будут и различные творческие мастерские, выступления военного оркестра, чай и самовара. Здесь же будет возможность поучаствовать в благотворительной ярмарке и приобрести поделки, сувениры, расписные пряники, которые сделаны руками детей с ОВЗ и инвалидностью или их семей. Саровчане также смогут посмотреть фотовыставку «Тихая моя родина» автора Екатерины Митиной. Мероприятие пройдет с 19 часов. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.